Доброе утро! Нет. Да, это что-то связанное с футболом. Ну а как вы думаете пример? Мимо чего? А, это когда за линией бутсайд мячик, а если он за линией, значит это офсайд. Что-то знакомое, но не скажу. Офсайд это когда за зоной. За зоной какой-то игрок. Что такое офсайд? Я не знаю. Это тоже что-то в футболе связанное, да? С футболом. Офсайд? Я не разбираюсь в футболе. Мы не знаем. Это когда мяч попадает за рамки поля? Офсайд что-то из компьютерной диагностики. Сленга компьютерного. В фейсбуке часто зависаю, но честно говоря не знаю. Это что-то в спорте с футболом связанное. Ну что конкретно не знаю. Ну это когда мяч за территорию поля выскочил. Офсайд. Официальный сайт, наверное. Короче, это такая линия на этом, за которую нельзя заходить без мяча. Если вы зашли и вам дали передачу, это не считается. Офсайд это когда вне игры, по-моему. Правильно? Офсайд это когда нападающий получил мяч за линией защитников. Ответ аналогичный. Офсайд это положение вне игры. Это положение, при котором игрок, получающий пас, в момент его совершения находится ближе к воротам соперника, чем остальные полевые игроки. Офсайд в футболе фиксируется, как правило, боковым судьей, который в случае офсайда поднимает вверх свой флажок. Честно признаюсь, я сама не очень разбираюсь в футболе, но мы будем вместе учить новые слова о футболе каждый день, чтобы активно поддерживать нашу сборную и смотреть Евро-2016. Ну а сейчас, ребят, давайте, я тоже буду. Давай, давай, садись. Упля.